Добрый день, коллеги! Начинаем сегодняшний наш видеомост, посвященный 30-летию устанавливания дипломатических отношений между Россией и Арменией. Модератором этого видеомоста будет Арам Веленович Сафарян, политический аналитик. Прошу, Арам Веленович, начальник. Дорогие друзья, для меня большая честь сегодня быть модератором на Ереван-Москва видеомосте, где у нас гость в московской студии известный российский политолог Сергей Александрович Михеев. Я имею честь знать Сергея Александровича достаточно давно и был даже у него в гостях в студии Вести ФМ несколько лет тому назад. Сергей Александрович является одним из самых востребованных российских спикеров по основным вопросам внешнеполитической повестки дня Российской Федерации. Мы приурочили этот видеомост к 30-летию установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Армии. И надеемся, что мы сегодня сможем раскрыть некоторые важные вопросы, которые действительно пользуются общественным большим интересом в нашей стране. Сергей Александрович, хочу вам сказать, что в Ереване ждали этого видеомоста. У нас сейчас на связи 15 средств массовой информации, в том числе 6 подошли журналистов из разных средств массовой информации. Поэтому, если у вас есть два слова сказать, и чтобы сэкономить время, у нас 50 минут плюс-минус 5 минут, как сказали ведущие. Вот, если хотите два слова сказать, и перейдем сразу к серии вопросов и ответов. Пожалуйста. Ну, два слова «Россия и Армения» мне кажется, это очень важные два слова, потому что на самом деле, я думаю, что отношения между нами, тут понятно, что много всевозможных, так сказать, всевозможных бывает и шероховатостей, но тем не менее отношения между нами имеют исторически важный характер. Во-первых, для меня, для меня лично, это важно как отношение между двумя христианскими странами, потому что все-таки, на мой взгляд, это является, в конечном итоге определяет ход истории. Очень много всевозможного такого, знаете, так сказать, всеминутного, деньги, конъюнктура, геополитика даже, но, в конце концов, мое личное убеждение, частное, заключается в том, что все большие события имеют под собой религиозную метафизическую подоплеку. Поэтому я лично смотрю на отношения России и Армении, в первую очередь, с этой точки зрения. Я думаю, что важно их не просто сохранять, но укреплять. И я думаю, что история еще покажет, насколько эта жизнь необходима для народов наших стран. Ну, если так, совсем в двух словах. Спасибо вам большое. Между прочим, я был в глубине души убежден, что Сергей Александрович именно с этого начнет. Спасибо вам поэтому большое и низкий поклон. Дорогие друзья, значит, давайте договоримся, чтобы всем было время, будем использовать его рационально. Один вопрос со студией и другой вопрос с лентой, которая у нас уже есть. Вот я начинаю с ленты. Вопрос Сергею Александровичу Микееву. Ли Ходжоян из сайта verilk.am спрашивает, как вам видится возможность разрешения украинского кризиса посредством переговоров между Россией и Украиной? Пожалуйста, Сергей Александрович. Вроде бы тема, так сказать, была 30-летие отношения Армении и России. Ну, ладно, хорошо, раз задали вопрос, я отвечу, да, но тем не менее, все-таки российско-армянские отношения для нас в приоритете. Что касается Украины и России, в принципе, через переговоры можно достичь очень многого. Я думаю, что даже многие из тех целей, которые ставят перед собой военные операции России на Украине, они могут быть, многие из них могут быть достигнуты в ходе переговоров. Вопрос только в двух препятствиях. Первое, это, на мой взгляд, абсолютно несостоятельность современной украинской власти. И второе, ее неспособность принимать самостоятельные решения. Я думаю, что не должно быть никаких иллюзий. Зеленский на сегодня это просто, так сказать, ну, что называется, оформление ширма процесса. Процессом управляют другие люди. Процессом управляют, так сказать, те, кто находится за его спиной. Это американцы и европейцы, американцы в первую очередь. Поэтому они отдают ему команды, да. Поэтому, как бы, сначала они договариваются об одном, потом о другом. Утром сказали одно, в обед другое, вечером третье. Вот и все. Так же точно произошло, так сказать, с последним раундом этих переговоров. Вот, когда, в общем-то, вроде бы стали выходить на какую-то формулу. А потом, буквально через день-два, выяснилось, что нет, они уже об этой формуле не разговаривать не хотят. Хотят говорить о какой-то другой. Вот, собственно, и все. А в конечном итоге все будет решаться, так сказать, я думаю, на поле боя. Если так откровенно говорить, да. Вот так вот. Поэтому переговоры будут двигаться хорошо тогда, когда у Зеленского и его команды не останется иллюзий по поводу, так сказать, военной ситуации. Пока они у него есть. Все. Спасибо вам большое. Вопросы о студии. Пожалуйста, информационное агентство «Арминфо». Пожалуйста. Маляна Викторовича, Арминфо. Сергей Александрович, если позволите, блок вопросов по карабахскому урегулированию. Ну, во-первых, хотелось бы видеть ваше видение урегулирования карабахского конфликта, роль России в этом урегулировании. И на фоне последнего заявления Сергея Викторовича Лаврова хотелось бы узнать, как вы видите дальнейшее взаимодействие России с Францией и США, как с сопредседателями. Возможно ли оно в принципе. И вообще же Минская группа, она в будущем, на фоне ситуации в сегодняшних реалиях, она вообще жизнеспособна или нет. И способна ли Россия самостоятельно проводить без участия других стран курс на умиротворение, в том числе на Южном Кавказе. Спасибо. Спасибо вам большое за вопрос. Пожалуйста. Надеж, спасибо за высокую оценку моих интеллектуальных способностей. Но, честно говоря, я уже забыл первый вопрос, когда вы закончили последний. Вот, ну, ничего страшного, да? Это, во-первых. Во-вторых, чтобы было понятно, так вот, конечно, меня представили очень так помпезно, так сказать, востребованный политолог, спикер и прочее-прочее, так на всякий случай. Я не занимаю никаких государственных должностей, не являюсь чиновником, не являюсь депутатом и вообще официальное государство не представляю. А так на всякий случай я вхожу в Центральный совет партии «Справедливая Россия за правду», который является оппозиционной. Вот кто не в курсе? Вот так. Это просто, так сказать, в двух словах. Да, как бы я, конечно, знаю, как бы, да, примерно, как там развиваются события, но спрашивать у меня, как у представителя российского государства, задавать эти вопросы, ну, бессмысленно. Поэтому я говорю, вот всё, что я говорю, это моё личное частное мнение, вот, и это важно, так сказать, понимать, да? Вот, значит, по поводу, значит, карабахского регулирования, да, и всего, что связано с этим процессом, ну, я могу просто от себя лично сказать. Я, конечно, честно говоря, с большой, так сказать, болью в сердце воспринимал все те события, которые некоторое время назад произошли, так сказать, вокруг Нагорного Карабаха. Это моё личное отношение, никакого отношения, то есть, государство не имеющее, но тем не менее, я хочу об этом сказать. Но тем не менее, сейчас установлен мир, благодаря российским, так сказать, миротворцам в том числе, идут переговоры, и, в общем, на самом деле, всё будет зависеть от этих переговоров. Чем они закончатся? Не знаю, не готов предсказать, вот, честное слово, прогнозы здесь давать совершенно бессмысленно. Я могу только одно сказать, так как я всё-таки в России нахожусь, российский политолог, я думаю, Россия этот вопрос не оставит. Не надо думать, что вот раз у нас сейчас, так сказать, идёт операция на Украине, сейчас мы всё остальное побросаем, обо всём остальном забудем, как бы, да, и больше мы внимания этому не уделяем. Ничего подобного. На самом деле, мы прекрасно все понимаем здесь, что Украина – это только эпизод. Да, да, так сказать, сейчас он привлекает большое количество внимания, действительно, так сказать, отвлекает ресурсы, силы, но это только эпизод в, на самом деле, довольно большом раскладе борьбы за геополитическое влияние. В этой ситуации у нас в центре, так сказать, нашего внимания и Закавказья, или Южный Кавказ, как хотите, так сказать, и Центральная Азия, и многие другие вопросы, и ОДКБ, и строительство союзного государства с Белоруссией. Вот, кто знает, недавно Лукашенко приезжал, и с Путиным они были на космодроме Восточной, и как раз про это говорили. Кстати, хорошо, что они об этом говорили, потому что это речь идёт о будущем, да. Как бы тут ни закончилось на Украине, на самом деле, все эти точки нас интересуют. И что касается решения проблемы между Арменией и Азербайджаном, конечно, в первую очередь это зависит от того, насколько Баку и Ереван способны договориться. Насколько я понимаю, ваш лидер Пашинян, так сказать, ведёт соответствующие переговоры, да. Но Россия из этого процесса уходить не собирается. Российские миротворцы будут и дальше играть ключевую роль непосредственно на земле. Что касается Женевского процесса, мне он кажется достаточно пессимистичным, скажем так, тупиковым. И я думаю, что без России договориться по этому вопросу будет крайне сложно. Несмотря на вот недавние консультации, которые прошли в Брюсселе, значит, при последничестве, так сказать, Шарля Мишеля. Вот, тем не менее, да, я вот, например, ничего не услышал из того, что там Мишель предложил нового. Или что-то, так сказать, принципиально, так сказать, важного. Того, чего мне было до этого. Поэтому я думаю, что Россия в этом процессе останется. Какое будет окончательное контрурегулирование, вот как это всё, на чём это всё устаканится. Ну, я честно говоря, я не готов здесь давать предсказания, потому что эти прогнозы дело такое неблагодарное. Вот вопрос, Сергей Александрович, от газеты «Аровод». Два вопроса, они взаимосвязаны. Что вы думаете о перспективах урегулирования армяно-турецких отношений? И не беспокоит ли Россия усиление влияния Турции на Южном Кавказе и Центральной Азии? Ну, я начну с конца. Конечно, беспокоит, да. Естественно, беспокоит. У нас нет никаких иллюзий по поводу Турции. Наши отношения с Турцией всегда были очень сложными. Другой вопрос, что сейчас действительно, как бы, ну, есть некий формат, который, знаете, мы не можем просто взять, так сказать, и отрицать или выбросить. В конце концов, посмотрите, даже по украинскому кризису, турки. Я понимаю, что это достаточно хитрая игра, которая может в любой момент развернуться в другую сторону. Но, по крайней мере, турки фактически не присоединились в полном объёме, по крайней мере, к тем санкциям, которые Штаты и Европа навязывают всем. Это первое. Второе. Через Турцию идёт известная, так сказать, газовая труба, которая для нас сейчас приобретает особое значение. Может быть, турки когда-то этим воспользуются коварно. Я этого тоже не исключаю. Но, тем не менее, сейчас это так. Ну, и плюс есть, так сказать, экономические взаимоотношения. То есть, грубо говоря, сейчас у нас такая ситуация, которая, на самом деле, исторически для наших отношений с Турцией не очень характерна. Потому что мы воевали много раз с ними, как известно. Не хотелось бы, чтобы это повторилось ещё раз, но мы всё это и держим в уме. Поэтому, а, что касается попытки выстраивания каких-то понтюркистских таких, вот знаете, объединений в Центральной Азии, на Южном Кавказе и даже с заходом своего влияния на территорию Российской Федерации, ясно, что всю опасность этих проектов мы понимаем. И, естественно, я говорю о себе лично. Не поддерживать это, не замечать этого мы не собираемся. И есть подозрения по поводу участия Турции, например, в организации событий в Казахстане недавних. Попытки дестабилизации этой ситуации в Центральной Азии. Но, опять же, при всём при этом надо понимать, что в нынешнем раскладе Россия будет стараться поддерживать вот этот баланс, который можно назвать ни мира, ни войны. Но на сегодняшний день он нас устраивает. Вот конкретно сейчас. Плюс ко всему, Эрдоган всё-таки человек, с которым у Путина появились определённые взаимоотношения. Я думаю, что этими взаимоотношениями Путин, наверное, дорожит. И пытается Эрдогана к этому принудить. Это просто факт для тех, кто занимается политикой. Я думаю, если ей способны эмоции отодвинуть в сторону. Но понятно, что этот факт нельзя не учитывать. Но при всём при этом развитие какого-то тотального пантюркистского проекта на Южном Кавказе и в Средней Азии нас, естественно, не устраивает. И я напомню, что в Центральной Азии у нас есть как минимум два объединения. Это УДКБ, в которые входят несколько стран. И это Евразийский экономический союз. Мы не собираемся от этого отказываться. Будем эту ситуацию развивать. Ну а там уж, так сказать, как Бог даст. Поэтому вот такая, так сказать, здесь ситуация. Что касается армяно-турецких отношений, честное слово, не мне об этом говорить. Как бы не мне высказывать какие-то мнения по этому поводу. Это вы сами решаете. У вас есть свой лидер, так сказать, он ведёт тоже определённые переговоры. Насколько я понимаю, так сказать, есть и телефонные звонки, вот недавно состоявшиеся. Вот. Есть какое-то видение у ваших властей. В конце концов, ваша власть, вы их выбирали, да. Вот, собственно говоря, вы им вопросы эти и задавайте. Да, без обид. Потому что я вот не очень себе представляю, так сказать, как будут армяно-турецкие отношения развиваться. Вот. Ну и не готов здесь высказывать какие-то оценки. Нужно это вам, не нужно это вам. Это всё-таки пусть армянский народ сам решает. Большое. Да, я примерно так же думаю. Спасибо вам за это. Вопрос газета «Голос Армении». И в связи с этим вопросом также у меня и второй вопрос. Пожалуйста. Вопрос газеты «Голос Армении». Зара Гевуркян. Пожалуйста. Сергей Александрович, я позволю себе ещё раз обратиться к теме Украины. Верите ли вы в то, что Россия и Украина смогут договориться? И каким вы видите этот постконфликтный мир? Потому что сегодня очень многие аналитики говорят, что, ну, какие-то политические решения, возможно, и будут. Но вот эта ненависть, которая укоренилась, да, она будет надолго, может быть, даже навсегда. Спасибо. Ну, значит, что касается вообще этого конфликта, как и многих конфликтов на постсоветском пространстве, включая, так сказать, и Нагорно-Карабахский, я могу сказать, что, в общем, конечно, всё это, скажем честно, большая удача наших общих врагов. Я абсолютно убеждён, потому что этой темой занимался давно и постсоветской, и украинской, что, в общем, к этому делу, к войне, как бы, да, ну, условный Запад через украинскую элиту вёл дело, как бы, все эти 30 лет. В значительной степени мы до сих пор с вами не можем расхлебать последствия распада большой страны. Кому-то она очень была, так сказать, дорогая, кому-то недорогая, вот, но, в общем и целом, то, что это стало катастрофой, причём катастрофой, так сказать, вело текущей продолжающейся, это совершенно точно, вот, поэтому то, что это, к сожалению, удача, так сказать, наших противников, да, здесь двух мнений быть не может, это так, это первое. Второе, что касается возможности договорённости или недо... Но другой вопрос, был ли выбор, вот, моё личное мнение, ещё раз говорю, я вот на Украине занимался с 90-х годов, к сожалению, я думаю, что столкновение было неизбежно. Вопрос в том, когда и в какой форме может обсуждаться, но столкновение было практически неизбежным. Там, вот, как, по моему видению, надо было решать все вопросы в 2014 году. Это моё личное видение. Янукович, в конце концов, был законно избранным президентом, сколько бы там ни говорили, что он там этот самый, там, вор, коррупционер и прочее, прочее. Кстати говоря, вот, уже 8 лет прошло, а никто так и не доказал, что он был вор и коррупционер. Я думаю, по одной простой причине, потому что, вот, всем тем же, в чём его обвиняют, этим же занимаются и все те, кто и сейчас у власти находится, вместе с ним. Но, тем не менее, он был человеком, которого избрали на выборах, результаты этих выборов были признаны всеми, включая штаты. Вот, надо было немытьём-то катанем его оставлять и решать все задачи. Но это ладно, уже, так сказать, всё прошло. Что касается договорённости, я уже сказал, что, в принципе, договорённости, наверное, могут быть. Но я не верю, если честно, в том, что они могут быть с современной властью. Вообще, ситуация вряд ли изменится, если в Киеве останется, так сказать, президент Зеленский. Опять же, я говорю, это моё личное частное мнение, потому что довольно быстро ситуация начнёт воспроизводиться. Хотя, в принципе, в договоре можно закрепить и внеблоковый статус, и, значит, демилитаризацию, и многое-многое другое. Вообще, что касается внеблокового статуса, я думаю, что этот вопрос уже решён. И здесь надо понимать простую вещь. 30-летнее движение Украины в НАТО остановлено за последние 30-40 дней. Да, вернее, оно было остановлено уже в первую неделю. Можно спорить, так сказать, об эффективности или неэффективности военной операции, но вопрос НАТО решён. Совершенно очевидно, что ни при каких условиях мы не допустим, чтобы Украина, так сказать, входила в НАТО. Мало, так сказать, если всего то, что происходит, мало покажется, но ещё, так сказать, подбросим. Да, здесь ни у кого никаких этих сомнений быть не должно. Так ли, иначе ли, но как бы мы этот вопрос закроем. Именно поэтому, кстати говоря, сейчас они начали активно втягивать Финляндию и Швецию в НАТО. Потому что они понимают, что с Украиной в НАТО, видимо, уже ничего не получится. Давайте, так сказать, будем угрожать Финляндии и Швеции. Хотя, о вхождении Финляндии и Швеции в НАТО, тут тоже ещё бабушка на двое сказала. Я думаю, что это такая штука достаточно непростая. Что касается ненависти и прочего-прочего. Конечно, определённый уровень ненависти, он существует всегда, когда идёт война. С другой стороны, я бы не стал, знаете, полностью принимать картинку, которую рисуют украинские СМИ и украинская, так сказать, пропаганда. Потому что я тут хорошо занимался этими вещами и много, долго, и знаю этих людей. Это всё-таки, знаете, не война советской армии в Афганистане. Это, на самом деле, как бы ситуация, когда внутри одного народа, одного народа, и это не армяне-азербайджанцы. Внутри одного, фактически, народа, с одним и тем же религиозным верованием, с одним и тем же, так сказать, языком, с одним и тем же пониманием многих вещей, да, возник серьёзный конфликт, спровоцированный, в том числе, так сказать, извне. Поэтому вот эта рана, как бы, она может быть вылечена быстрее в значительной степени. Как одно из доказательств, посмотрите, на тех территориях, которые занимает российская армия, нет никакого партизанского движения, которое нам обещал США. Если вы помните, Байден говорил, это станет вторым Афганистаном для России. Не станет, господин Байден, не станет. Может быть, если бы это было дело где-нибудь во Львове или на Западной Украине, или вдруг, если мы туда, так сказать, когда-нибудь доберёмся, может быть, и так и было бы. А на Востоке Украина не станет. Этого не будет, там очень быстро, когда, как только люди, я просто там был, вот, 10 дней назад, как я приехал оттуда, да, я там бывал и до этого, как бы, и не раз, и в самых разных местах. И в 2014 году я бывал на этом Майдане незалежности, я очень хорошо знаю эту тему, как и многие другие постсоветские. Так вот, как только там люди понимают, что власть украинская не вернётся, как только, так сказать, мы убираем, украинские СМИ моментально меняются настроения. Как только, так сказать, люди понимают, что они могут спокойно говорить, как бы, и не бояться, что завтра ночью к ним придут, как бы, и башку оторвут, там ситуация меняется очень быстро. А пока они запуганы, знаете, вот, скажем, там в некоторых местах даже люди боялись брать гуманитарную помощь, потому что они откровенно говорили, я сам это слышал, вот мы сейчас возьмём у тебя пакет, а ночью, так сказать, мне выломают дверь, как бы, и прострелят голову. Вот и всё. Поэтому, как только они понимают, что это, вот, этот фактор уходит, да, то ситуация очень серьёзно меняется. Поэтому перспективы, там, что называется, уврачевания этих вещей, ну, они не простые, но они есть, я вас уверяю. Спасибо вам большое, спасибо. Два вопроса, опять же, по этой тематике. Вот, Спутник Армении, один из журналистов, ведущих, спрашивает, что вы думаете о перспективе сплочения российского общества в обстановке противостояния с коллективным Западом? Ну, вот, опять же, мне так странно, как бы, как будто это моя личная пресс-конференция, а не видеомост, посвящённый армяно-российским отношениям, как бы, да. Но, тем не менее, раз спросили, как бы, я же должен ответить, да. Ну, консолидация, она существует, и я думаю, что Путин получил достаточно серьёзный мандат доверия. Вопрос только в том, как он сможет его использовать. Потому что, на мой личный взгляд, должны быть более радикальные изменения в экономике. На мой личный взгляд, должны быть более, так сказать, радикальные движения с точки зрения чистки элиты и, кстати говоря, борьбы с коррупцией. Потому что все эти, так сказать, кризисные ситуации, они сразу выявляют, в том числе, огромное количество коррупционных моментов, связанных там с разными, так сказать, откатами, заказами и прочее, прочее. Я думаю, что сейчас, как бы, надо в полной мере эту возможность использовать, да. И это дополнительно будет способствовать консолидации. Что касается там, условно, недовольных и оппозиции, но она всегда есть. И в этом смысле, кстати, у нас ситуация гораздо более свободная, чем на той же Украине. Где закатали в асфальт всех недовольных, запретили все политические партии, так сказать. Вот, вы знаете, недавно этого Медведчука, так сказать, несчастного взяли. Хотя, на мой взгляд, этот Медведчук, он сам во многом виноват в том, что ситуация стала именно такой. Вот, да, у нас есть, как бы, достаточно большое количество людей, которые, так сказать, имеют альтернативную точку зрения. Ну и что? Да, пусть они её имеют, они имеют на это права. Вопрос в том, что сейчас, как бы, ситуация касается, так сказать, слишком серьёзных масштабов противостояния, так сказать, в геополитическом плане. Поэтому, на мой личный взгляд, если говорить о тех, кого принято называть простым народом, но кто не представлен в средствах массовой информации, вот, у этого простого народа, я просто тоже это хорошо знаю, есть серьёзная, так сказать, консолидация. Только вопрос в том, чтобы этот мандат доверия не был бы профукан, да, потому что мандат доверия можно получить, а потом, как бы, раз, и всё там на тормозах спустить, как бы. Вот, если этого не будет, то я думаю, что у нас тяжёлая нынешняя ситуация кризиса даёт действительно новые возможности. Очень надеюсь на то, что они будут использованы. Спасибо. Пожалуйста. Вот вопрос поступил. Олег Орлов спрашивает, какую роль в современной геополитической ситуации играет российская военная база в Армении? Ну, я думаю, что это вопрос, который там изнутри должен быть совершенно очевиден и понятен. Если бы не было бы российской базы в Армении, я думаю, что та война, которая началась вот не так давно, то есть обострение конфликта началось на Горном Карабахе, скорее всего, перекинулось бы на Армению. Вот и всё. То есть, скорее всего, боевые действия велись бы уже, так сказать, у вас, на вашей территории. Это первое. Второе, если бы её там не было, да, кроме всего прочего, я думаю, что турецкие войска напрямую бы втянулись бы в эту войну, в том числе, так сказать, да, на территории Армении. Сергей Александрович, Татвик Шагунян, Инфопорт, очень популярный в Армении сайт, спрашивает, что вы думаете о роли России в урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном? Может ли, послушайте, пожалуйста, может ли украинский кризис отодвинуть ход трёхсторонних переговоров на неопределённо позднее время? Ну, я вроде бы уже как ответил на это, да, но ещё раз повторюсь, я думаю, что Россия не собирается уходить из этого процесса никуда, и более того, даже тот, кто попытается её оттуда вытолкнуть, да, у него не получится это сделать, да. Но, опять же, российские миротворцы, как известно, находятся на месте, никуда они не снялись и не поехали, так сказать, не уехали, и база тоже никуда не делась, как известно, да, вот, поэтому Россия будет играть в этом роли. А что касается украинского кризиса, он напрямую на ситуацию переговоров между Арменией и Азербайджаном не влияет. Я, по крайней мере, не вижу того, чтобы он как-то влиял напрямую на эту ситуацию. Я пока этого не замечаю. Если вы, может быть, вам там изнутри это виднее, как бы, но вот здесь пока незаметно, чтобы, например, Россия сказала, ну всё, это мы ставим на паузу, как бы больше мы этим не занимаемся, или там повернёмся к этому через три года, я пока такого, так сказать, не замечал. Опять же, слушайте, тут, насколько я знаю, скоро же господин Пашинян собирается приехать в Москву. Вроде как собирался же, да? Да, да. Но если он собирается приехать в Москву, это что означает? Это отвечает на этот вопрос со прямым образом. Я думаю, что вопрос урегулирования там будет одним из главных, если не самым главным вопросом. Спасибо большое. Сергей Александрович, вы должны нас правильно понять. Только в зале сейчас сидит 10 представителей средств массовой информации. И в режиме онлайн за нами следят ещё 8 представителей армянских средств массовой информации. В моей работе это беспрецедентно большой журналистский интерес. И понятно, что наши журналисты интересуются не только регионального характера, но и вопросы, связанные с принципиальным для России вопросами. Поэтому вопрос «Армен Пресс». Пожалуйста, Арам Сарксян, ведущий журналист. Пожалуйста. Здравствуйте, Сергей Александрович. Вот у меня, так как конференция приурочена и к юбилею армяно-российских отношений, да, 30-летие. Первый вопрос. Как вы думаете, очень важный юбилей, чего не хватает для развития и углубления армян-российских отношений? И по какому направлению пойдут развития двухсторонних отношений, учитывая тот 30-летний путь, 30-летний путь, не говорю, 300-летний путь, когда армянский и российский народ взаимодействовали? И второй вопрос геополитический. После того, вы знаете, как началась спецоперация России в Украине, ожесточилась и обослился конфликт между Россией и так называемым коллективным Западом. Как вы думаете, как далеко пойдет, может пойти Запад в ожесточении санкций против России? Спасибо, Арам Сарксян. Пожалуйста. Первое, если честно, вот вы спросили, чего нам не хватает, я вам честно скажу, нам не хватает общей границы. Вот общей границы нам не хватает, и сухопутных путей сообщения нам серьезно не хватает. Потому что на самом деле это проблема, касающаяся углубления экономических связей в первую очередь. Как это решить? Ну, видимо, никак пока. Это можно было бы когда-то решить, сколько-то лет тому назад, когда еще ситуация в Грузии была не такой, как она сейчас. В конце концов, грузинскому руководству тогда предлагались разные пути решения, например, федерация, конфедерация. И тогда, может быть, у нас была бы несколько другая геополитическая ситуация. Но я лично считаю, что тогда, в том числе, может быть, отчасти проблемы, связанные с внешним влиянием, отчасти проблемы, связанные с нашими партнерами в Абхазии, Южной Осетии, да и в самом Тбилиси это не дали сделать. Но, к сожалению, это не получилось. А, в принципе, это было бы, конечно, серьезным шагом вообще к изменению ситуации на Южном Кавказе. Но если говорить сейчас о том, что сейчас происходит, я думаю, что больше просто экономики должно быть в наших отношениях хотя бы. И больше уверенности во взаимной поддержке по вопросам безопасности. Это первое. А второе, что касается, значит, что касается, что там было-то, про санкции. А, вот, про санкции. Как далеко пойдет Запад в вопросах санкций против России? Я думаю, что Запад пойдет максимально далеко. И вообще, если честно, сейчас уже практически санкции против России, они немножко на исходе. Я думаю, что это война на уничтожение. Не надо здесь никаких иллюзий. Это война на уничтожение, как бы, да, они совершенно очевидно поставили перед собой именно такие цели. Смогут ли они их достичь? Я думаю, что нет. Добывались времена и похуже. Это первое. Второе. Все-таки в этой войне на уничтожение, как бы, да, Россия, вот, приоритетной целью, как это не парадоксально, но это так, я всегда об этом говорил, для американцев является Европа в первую очередь. Да, потому что все-таки разобраться с Россией никогда не было просто. Не будет просто и сейчас. И я думаю, что мы, как бы, вытянем и эту ситуацию, несмотря на тяжелые экономические трудности. Ну, например, смотрите, еще, так сказать, но вот до 24 февраля у всех на уста был свифт. Свифт, свифт. Вот если Россия отключит свифт, все, Россия, так сказать, выключится, так сказать, через три дня. Сейчас уже про этот свифт вообще никто не вспоминает. Ну, отключили, отключили, так сказать, да, пока живем. Хотя ясно, что санкции очень серьезные, они будут только усиливаться. Впрочем, я даже уже не очень понимаю, куда их можно еще усиливать. Мне такое впечатление, что усиливать уже почти некуда, а скоро, буквально, ну, 2-3-4 месяца, и вот эта отдача бумерангом от этих санкций начнет серьезно беспокоить и Европу, и многие другие страны третьего мира. США в меньшей степени. Конечно, во всей этой ситуации бенефициар, так сказать, США, хотя и по ним тоже это местами рикошетит, вот, но, что касается Европы, еще раз говорю, вот, вы знаете, тут такая, тут вопрос в том, как на эти вещи смотреть, тактически или стратегически. Вроде бы, действительно, американцам, так сказать, удалось распалить вот этот вот военный конфликт, они через него решают свои задачи, ослабляют Россию, как бы пытаются вообще ее вычеркнуть, так сказать, из мировой политики, что тоже у них не выйдет. Это вся тут культура отмена, так сказать, да, это она имеет свои естественные границы. Да, пытаются дестабилизировать ситуацию, создать экономические трудности и все такое прочее, и вроде как, да, тактически можно сказать, что это какой-то их успех. Но стратегически тут, мне кажется, ситуация следующая. Стратегически главной целью является жесткий контроль над Европой. После распада Советского Союза американцы оказались перед угрозой раздвоения Запада, потому что исчезновение угрозы Советского Союза, оно, на самом деле, отпускало Европу в свободное плавание. А в этой ситуации могла случиться, так сказать, такая неприятная для американцев вещь, как превращение Европы в действительно самостоятельный геополитический полюс. Вот, чтобы не допустить этого, они стали системно возрождать угрозу с Востока, да, они системно стали накачивать вот эту тему. И для этого, собственно говоря, была использована Украина. Украина в этом случае, так сказать, стала заложницей вот именно этого проекта. А как, собственно говоря, обострить отношения с Россией, да, потому что, ну, ждать, что Россия, как бы, начнёт двинуть свои танки на Берлин, там, ну, невозможно. Тогда давайте использовать бывшие Советские Республики. И тогда американцы занялись вплотную Украиной для того, чтобы через Украину убедить Европу в том, что Россия – это опасность, выстраивать с ней отношения долгосрочные невозможно. А такие попытки были предприняты много раз. Ну, начнём с того, что, так сказать, даже после развала Советского Союза в 90-е годы Ельцин пытался разговаривать о возможном вступлении России в НАТО. Но его с ним вообще разговаривать не стали. Этот вопрос поднимал Путин. Тоже, как он сказал, как бы, это было воспринято с усмешкой. Когда Медведев был президентом, предложили план, так сказать, гарантии безопасности, значит, от, соответственно, от Атлантического до Тихого океана. Они не стали даже это рассматривать. Почему? Потому что цель была другая. Всё это, значит, не реализовывалось под действием, под действием американцев. Американцы почувствовали после распада Советского Союза лет 10 они были, так сказать, в эйфории, а потом увидели такую вещь, тенденцию, да. У России и Европы могут установиться достаточно тесные отношения. И Европа в этом случае может стать самостоятельным геополитическим центром. И тогда Америке придётся конкурировать с Европой, то есть с частью Запада. Евроатлантическое сотрудничество разваливается на части, а американцы остаются опять на своём острове. Это серьёзный удар. И тогда они пустили вход на влияние на постсоветские страны. Через них обострить ситуацию и убедить Европу в том, что Россия, так сказать, Россия – это проблема. Сейчас что они делают? Сейчас этот проект они доводят до предела. И, к сожалению, Европа абсолютно не способна к самостоятельному целеполаганию. Можно сказать, ну вот она, победа Запада. Победой бы Запада было бы вот что. Абсолютно подконтрольная Россия, абсолютно подконтрольный Китай, абсолютно подконтрольная Индия и абсолютный контроль над всеми остальными регионами в этом мире. Вот это было бы победой США. А сейчас мы вот что видим. С Россией не получилось, с Китаем, или пока, по крайней мере, не получилось, с Китаем не получается, даже с Индией не получается. Тогда что остаётся? Ключевая борьба за Европу. Ключевая борьба за Европу. Тогда Европу хотя бы пристегнуть так, чтобы она не могла, как эти, знаете, наручниками к батарее, чтобы она не могла ни вздохнуть, ни выдохнуть. Вот это они сейчас и делают. Вот это сейчас и делают. Как далеко они готовы пойти в этой борьбе? Да достаточно далеко. Может быть, только единственное, что они не готовы делать, это ядерная война, потому что это страшно и неизвестно, чем кончится, да? А во всем остальном они готовы пойти максимально далеко. Но эта ситуация, на самом деле, еще раз говорю, токсически выглядит, как победа США, стратегически это очень неоднозначная ситуация, потому что они схватились за Европу, как за то, без чего их глобальное господство просто рухнет. Вот так вот. Поэтому, если смотреть на эти процессы в большом масштабе, то они такие тектонические, они очень непростые и вовсе не являются сверлистом какого-то успеха для США. Но они, я думаю, что они, конечно, свои планы по этому поводу имеют, несомненно, да? И Китай остается в этом смысле приоритетом. Конечно, их мечта – это завалить Россию и Китай, остальные, так сказать, все сами, так сказать, станут на задние лапки. Но я думаю, что это у них не получится. Вопрос только в том, значит, какой ценой все это будет происходить. Спасибо большое. Спасибо. Арман Гукасян, Евразия Дейли. Пожалуйста. Уважаемый Сергей Александрович, позвольте задать вам два вопроса. Как вы оцениваете российско-армянские отношения на современном этапе? Приемлема ли позиция официального Еревана для России? И второй вопрос. Будет ли Россия развивать интеграционные процессы на Южном Кавказе в опережающем темпе? Верите ли вы, что евразийская интеграция может быть реальным ответом на объявленную коллективным Западом экономическую войну? Спасибо. Ну, опять же, как я оцениваю, это одно. Как оценивает Кремль, это все-таки немножко другое. Поэтому я так скажу. Да, мы, к сожалению, с приходом к власти Пашиняна имеем массу вопросов по позиционированию Армении. Есть у нас некое недоумение возникает периодически по поводу действий, которые официально Ереван предпринимает. И, в общем, есть серьезные подозрения в том, что на ситуацию очень сильно влияют Штаты те же самые и европейцы в меньшей степени. Но их цель простая – оторвать Армению от России, Россию от Армении. В этой ситуации Армения остается, если честно, игрушкой просто в руках Запада. И я думаю, что здесь надо понимать простую вещь. Турция при всей мягкости этой позиции является ближайшим союзником США в этом регионе и страной-членом НАТО. И когда-то, так сказать, вот здесь был до этого вопрос о турецких амбициях, я считаю, что турецкие амбиции – это амбиции НАТО. Эрдоган, так сказать, да, он все равно человек, да, он рано или поздно уйдет. А вот все то, что получит Турция, значит, на Южном Кавказе, на Каспии, в Центральной Азии сейчас, в дальнейшем это станет зоной явления НАТО. Именно поэтому, как бы, да, я за всеми этими вещами все равно вижу тех же самых американцев. Вот я только что говорил про Европу, сейчас говорю, так сказать, про Турцию, я думаю, что руками и через амбиции Эрдогана, я думаю, что, так сказать, западные элиты, включая американские, думаю, ну, как бы, рассчитывают через какое-то время в перспективе, да, вот эту турецкую, условно-турецкую зону влияния, которая Эрдогана воспринимается как этнически турецкая, да, все равно сделают зону явления НАТО. Вот такие дела. Армения в этой схеме будет абсолютно потеряна, то есть, ей будет, я думаю, так сказать, отведена, ну, такая очень незавидная роль. Но суть даже, так сказать, даже не в этом, как бы, да, и поэтому, да, вот некоторые, так сказать, колебания Еревана, я так мягко скажу, да, а также наличие такой серьезной прозападной лоббистской группы на нас вызывают опасения, сомнения и прочее, прочее. Но это, об этом говорю я. Что касается Кремля, ну, вы видите, что президент Путин контактирует с Пашиняном, Пашинян, вот, как мы знаем, скоро приезжает в Москву, у них будет встреча, они считают, так сказать, эти отношения конструктивными, оба заявляют об этом. Это означает, что при всех этих издержках Россия все равно стратегически, стратегически считает, что развитие интеграции между Россией и Арменией, это правильно, это нужно. И тут вот я тоже сказал про Эрдогана, как бы, ну, что, ну, и все мы люди, да, поэтому вопрос все-таки в том, оперируем ли мы сиюминутными категориями или все-таки смотрим там далеко в будущее. Далеко, если в будущее смотреть, да, и для России, и для Армении, их взаимная, так сказать, интеграция является полезной. Полезной-ка хотя бы для Армении, хотя бы для того, чтобы иметь баланс и противовес, ну, как минимум, это уж как минимум, да, вот. А что касается, верю ли я там в евразийскую интеграцию, я сейчас вот вижу, как очень серьезно продвинулась союзная интеграция России и Белоруссии. Возможно, это пример будет и для других стран. Посмотрим, для Армении. Если, как бы, Армения сочтет это интересным для себя, то это вполне возможно. Вот я в этом смысле хочу обратить ваше внимание на то, о чем Путин с Лукашенко разговаривали на Космодроме Восточном. Они разговаривали, в общем-то, не о каких-то таких сиюминутных штуках, а, например, о развитии космической программы вместе с белорусской экономикой. О запуске, значит, белорусского космонавта. О будущем они говорили. Это будущее никуда не денется, я вас уверяю, так сказать, да. Оно все равно, как бы, оно все равно наступит. И, в общем, я думаю, что Россия в этом будущем неизменно будет присутствовать. И перспективы развития есть. Не на Западе этом свет клином сошелся. В конце концов, мне кажется, это было бы даже неуважительно для себя. Вот это такой вот постоянный вот Запад-то, Запад-это, Запад-пятый, Запад-десятый. Ну и Запад-запад, он был Запад, так сказать, да. Какое-то время его не было. Те же самые Соединенные Штаты Америки. Слушайте, Армения, вон там несколько раз так древнее Соединенных Штатов Америки. Ну и что, как бы, да. Поэтому Соединенные Штаты Америки, это тоже, может быть, и не навсегда. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. И в этой ситуации, мне кажется, отношения между Россией и Арменией, оформленные в евразийских форматах, они важны. Вот так разбазаривать их, разбрасывать, раскидывать из-за того, что кто-то на кого-то косо посмотрел или кто-то кому-то на ногу наступил, я просто не вижу смысла. Спасибо большое. Нам ваше частное мнение очень интересно, Сергей Александрович, потому что мы вас часто видим на ведущих российских телеканалах. Два миллиона человек одновременно слушают вас по Вести ФМ, и нам на ваше мнение очень интересно. Спасибо за анонс визита руководителя Армении в Москву. Дорогие журналисты, ну подождите еще два дня, и вы услышите то, что вам интересно насчет официальных позиций по данному вопросу властей наших двух союзных стран. Если у вас есть, там у вас два вопроса, нет вопросов? Вопрос есть, но уже не к Сергею Александровичу, а, наверное, к Караму Веленовичу. Нет, тогда подождите, нет, тогда здесь есть один вопрос, я вот записал его, такой глобальный вопрос, посмотрите, пожалуйста, что вы думаете о развитии сотрудничества и взаимодействия России с Китаем в свете того, что вы сейчас сказали? Могут ли Россия и Китай стать союзниками против коллективного Запада? Рассчитывает ли Россия на поддержку и понимание других мировых центров в противостоянии с коллективным Западом? Вот плюс к тому, что наша журналистка спрашивает, я добавил бы, у нас в последнее время в политологической среде очень острые дискуссии на предмет того, можем ли мы кроме России рассчитывать еще на кого-то в нашей политической повестке. И здесь хочешь, не хочешь, там тут появляется Китай, что ново, по сути, для нашей политологической среды. Поэтому, если можно, ваши комментарии по данному вопросу, ваша позиция. Пожалуйста. Да, вот я рад, что армянские политологи, очень разносторонние люди, не замыкаются на местные повестки дня. Армения находится практически в центре мира, можно сказать, и Китай, и Украина, и все остальное вас интересует живо. Но оно и правильно, я думаю. Что касается Китая, не надо недооценивать уровень наших отношений, но и не надо их переоценивать. Ну, грубо говоря, давайте так вот обострим до такого, до вульгарного. Будет ли Китай воевать когда-нибудь за Россию, если вдруг? Ну, я думаю, что нет, не будет. Китай будет воевать только за себя, да, и больше ни за кого. В этом и его сила, и в этом и его слабость. Потому что, ну, на самом деле, Китай тоже, так сказать, немножко один на этой планете. Да, это с одной стороны я заострю, но с другой стороны, так сказать, да. Понимает ли Китай, что в случае, скажем там, ну, условно говоря, там, поражения или неуспеха России, следующим будет он? Ну, конечно, понимает. Конечно, понимает, и в этом смысле, так сказать, да, мне приходится периодически общаться там с китайцами, да. Они это, вне всякого сомнения, понимают, поэтому в случае чего они просто останутся один на один с коллективным Западом. Недаром американцы создали этот блок AUKUS, в который входит Англосаксы, заметьте, только, да. Это Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Австралия, да. Этот блок направлен именно против Китая. Недаром американцы навязали на последних саммитах НАТО и НАТОвцам повестку китайскую. Раньше про Китай вообще НАТОвцы ничего не говорили. Сейчас они рассматривают Китай, так сказать, и охарактеризуют его действия, как, так сказать, угрожающие и прочее, прочее. Конечно, Китай для них на очереди. Конечно, так сказать, они собираются им заниматься. Вне всякого сомнения здесь китайцы совершенно чётко понимают, что, как бы, да, Россия это, по сути, единственный союзник. У Китая ведь нет союзников. Да, Китай мощная страна, полтора миллиарда населения, да, так сказать, очень серьёзная экономика, да, они модернизируют, так сказать, свою армию. И всё, что с этим связано, ну, союзников у него нет вообще. Поэтому, конечно, для них это крайне важно. Я думаю, что вот эта связка, она никуда не денется. Хотя, Юрий, ещё раз рассчитывайте на то, что китайцы, там, бросятся за нас там умирать. Ну, нет, конечно, конечно, не бросятся. Потому что у них там своих проблем достаточно. Но тут нам пока это и не нужно, если честно, да, поэтому здесь надо выстроить именно такую модель, в которой, как бы, свои проблемы будем решать сами, но при этом будем и помнить об общей заинтересованности вот в этих отношениях с точки зрения, там, большой геополитики. Что касается Армении и Китая, да, ну, не знаю. Вот это, я, честно говоря, ничего не знаю об армяно-китайских отношениях. Наверное, они есть. Вот, наверное, китайцы могли бы что-то такое, так сказать, предложить. Ну, в общем-то, почему бы и нет. Если бы там, условно говоря, китайские инвестиции появились бы в Армении, я думаю, что Россия ничего бы не имела против этого, если честно. Поэтому, если у армянских бизнесменов есть возможность привлечь китайцев, просто по нашему опыту китайцы очень сложные переговорщики. Но если бы это было так, я думаю, что это было бы, на самом деле, очень неплохо. Только учтите, что это сразу же вызвало бы, так сказать, ревностные взгляды, опять же, всё из того же, так сказать, града на холме, которым считают себя Соединённые Штаты Америки. А так это было бы здорово. Я, например, не опасался бы ассимиляции китайцами Армении, честно говоря, потому что это практически невозможно сделать. Но, тем не менее, это было бы, ну, как минимум, так сказать, полезно для всех. Вот, сейчас информация пришла, что в московской студии есть журналист, который хочет Сергею Александровичу задать вопрос. Вот, слушаем. Нет, у меня вопрос и к армянской студии, и к Сергею Александровичу. Там осознают в Армении, насколько сложная ситуация. Мир разделяется. Армения имеет самый большой пакет соглашений с Россией. Как говорится, везде позвонятся друзья. Вот что думают в Армении в этом плане? И второй вопрос тоже в Армении. Это не только кризис, это и возможности. Вон, айтишники российские сбежали в Армению. В России сейчас требуется огромное количество, скажем, программ разработанных. До сих пор в некоторых государственных учреждениях за оплату рассчитывается на американских программах. А армянские, приглашали, кстати, Москве. Давайте продолжать это дело. Помогайте России в этом плане. И второе, это уже вопрос к этим Сергею Александровичу. Сергей Александрович, сегодня опять стоит вопрос о союзничестве. Вот вы насчет Китая сказали. А у России, кроме Беларуси, еще масса республик. Вот как этот процесс пойдет, на ваш взгляд? Потому что сегодня уже остро стоит вопрос. Кто ресурсами обладает, тот и будет хозяином. Извиняюсь. Вот тоже Армения газ получают по самой низкой цене. А в Европе какие цены? А если вдруг там повысится? Забоют. Ну, давайте Ереван сначала вам что-нибудь скажет. Да, спасибо. Приветствуем уважаемого Сахинова, ветерана армянской журналистики. Да, я его лично знаю больше 33-х лет. И присутствующие многие его тоже знают. По поводу сотрудничества. Знаете, я не буду сейчас, как Сергей Александрович очень красиво сказал, вместо Кремля он не хочет говорить. Вот я не буду говорить вместо правительства Армении. Но скажу, что у нас есть глубинные интересы и есть ситуативные интересы. В глубинных интересах армянского народа развивать, укреплять, углублять союз с Россией. Все ближе быть и ближе быть к России и ровно столько, сколько Россия сможет допустить к себе. Это насчет глубинных таких интересов политических, экономических, гуманитарных, безопасностных. Но есть и уминутная политика. Мы понимаем, что есть проблемы. Есть проблемы, которые обсуждаются в Армении каждый день. Эти проблемы раньше мы говорили, господи, не превращай Армению в арену столкновений России и Запада. Но мы видим, что отдельные спикеры и активисты прозападного блока очень себя нехорошо ведут, натравливая в арену борьбу, ненависть и очень плохое отношение к сторонникам России, к русофилам и так далее. Да, а в Армении есть проблемы, и власти нужно очень аккуратно, очень конкретно и очень своевременно нейтрализовать эти нехорошие явления. Что касается IT-сферы. В Ереван приехало очень много российских айтишников. Вот вечером поедитесь по центральным улицам, по нашим летним кафе, и вы поймете, насколько существенно присутствие российского элемента в Армении. Разве это плохо? Это просто очень хорошо. Как мы будем это использовать в интересах наших государств? Ну давайте думать, или, наверное, уже даже надо было готовы иметь к этому вопрос. Нужно это реально, и я думаю, что нужно приветствовать присутствие российского бизнеса в Армении. Тут у нас в прессе просочилась информация, что открыто 6,5 тысяч российских компаний, которые привлекают и армянскую наемную рабочую силу. Это очень хорошая новость. Собственно, это то, что мы хотели, сторонники, поборники Армяно-Российского союза. Будем думать, как использовать это на благо нашего союза. Я еще хочу сказать, добро пожаловать россиянам в Армению. Добро пожаловать в Армению. В Армении очень сильные, хорошие, позитивные настроения в отношении России. Армения готова с пониманием и поддержкой относиться ко всем их нуждам, тем, кто приезжает в Армению. Будь то туристы, будь то гости, будь то работники временные или надолго. В нашей стране россиянам рады. И я хотел бы, чтобы русские люди об этом знали. Теперь, Сергей Александрович, вам заключительное слово. Мы уже работаем 45 минут. Ваше заключительное слово, и мы заканчиваем. Спасибо. Ну, вот к этим вопросам буквально пару слов добавлю. Если честно, я, конечно, немножко посмеялся, когда узнал, что тысячи и тысячи наших каких-то айтишников схватят чемоданы и сломя голову поехали в Армению. Я себе, примерно, представляю, в Армении бывал. И мне кажется, тоже это совершенно очевидное непонимание людей вообще из ситуации. Они там что-то им сказали, как бы им стало страшно, они побежали. Но, с другой стороны, я, кстати, думаю, что многие из них сейчас очухаются и начнут потихоньку возвращаться. Но, с другой стороны, вы правы. На самом деле, а почему нет? Получается, что это такие косвенные, а может быть даже прямые инвестиции российского бизнеса в Армению. Я думаю, что вот так вот, знаете, не было бы счастья, да не счастье помогло. Может быть, это является одной из форм сотрудничества. Может быть, это является одной из форм привлечения российских инвестиций в Армению. Если наши компании, пусть даже или филиалы иностранных компаний российских, если они будут понимать, что они могут вести свой бизнес в Армении, и от этого будет польза России, то, собственно говоря, почему бы и нет. И совсем заключительное слово простое. Да, я с чего начал, так сказать, тема закончена. Я считаю, что наши отношения, как бы, да, они выходят за рамки бесконечного подсчёта денег. Они в этом смысле гораздо важнее. Только для того, чтобы это понять, надо, ну, немножко, так сказать, да, приложить душу ко всем этим вещам. Вот я к этому призываю всех и в Ереване, и в Москве, и очень надеюсь, так сказать, что мы ещё не раз увидимся. Спасибо вам всем. Спасибо большое, дорогие друзья. Поблагодарим Сергея Александровича Михеева за очень хорошую пресс-конференцию. Сергей Александрович, я хочу, чтобы вы знали, мы рады вам в Армении, в удобное для вас время, мы понимаем, что вы очень-очень-очень заняты, и когда у вас возникнет свободное время, я думаю, как руководитель Центра российских исследований Ереванского государственного университета, приглашаю в удобное вам время приехать в Армению на несколько дней, выступить перед студентами, перед членами нашего Евразийского экспертного клуба, пообщаться с нашими журналистами и публицистами. Я думаю, это будет полезно. Спасибо вам большое. Друзья, спасибо всем, кто пришёл сегодня на эту пресс-конференцию. Желаю вам здоровья, успехов, всего самого хорошего. Спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok